Не на поле, так в постели, решил кто-то из футболистов сборной Англии после поражения от сборной сквадра «Адзуры». Нестеснительная девушка, запечатленная на фото, была замечена на одном из балконов отеля, в котором проживают футболисты с берегов Туманного Альбиона. И ей удалось поставить сразу два вопроса, на которые силятся ответить и служба безопасности отеля, и жены английских футболистов. Первые пытаются выяснить, кто из коллег допустил девушку к мускулистым телам звездных англичан, а жены игроков ищут хозяина самого балкона. Главный тренер сборной «Трех Львов» Рой Ходжсон решил ввести запрет на общение футболистов с женами и подругами. Пойдет ли он на пользу, покажет матч с Уругваем. Но если англичане жаловаться ни на кого не стали, то футбольная делегация Гондураса накатала письмо в FIFA. Вернувшись в отель после матча с французами, гондурасцы услышали звуки, не располагающие к отдыху. На улице шла перестрелка. Как оказалось впоследствии, атлеты из Центральной Америки зря повалились на пол, закрыв ладонями уши. На улице разыгрывалась обычная для Рио-де-Жанейро сцена. Бандиты грабили банкомат, а полицейские пытались им помешать. Кто победил в этой схватке, не сообщается. А как сыграет свой следующий матч с Эквадором сборная Гондураса, мы, конечно же, сообщим. Сообщим и покажем культуру, которой так любят бахвалиться немцы. Тренер Бундескатка Юахим Лев, утрамбовавшего в газон португальскую команду, своеобразно решил успокоить звездного и в конец расстроенного Криштиану Роналду. Для начала Лев проверил содержимое своих ноздрей пальцем, а потом уже и протянул руку возлюбленному Ирине Шейк. Судя по тому, как быстро прошел в подтрибунное помещение Криштиану, он ничего не заметил. Еще одна новость о любителе смазать волосы гелем. Художники издания Бильда решили поработать над имиджем португальца и обрили его наголо. А наши коллеги обыграли имя, превратив Роналду в Ронулду, таким образом намекнув на его нулевую пользу в игре против немцев. Сегодня в 20 часов по Москве любители футбола смогут увидеть игру Австралии и Нидерландов. Спустя три часа сборная Испании постарается восстановиться в глазах своих болельщиков за недавнее поражение в матче с командой Чили. В два часа ночи хорватцы сразятся с камерунцами.